Ритуал Блаженства Всем привет! Сегодня я решила записать для вас видео, посвященное процедуре, которое я анонсировала как Ритуал Блаженства. На самом деле, изначально я планировала это как ролевую игру, но у меня не очень получилось трансформировать ее в такой ролевой формат, поэтому мы с вами просто по-женски поболтаем о всяких женских приятностях в первой части видео. А во второй части видео я приготовила для вас сюрприз. Вместо ролевой игры это будет настрой, который я записала в таком экспериментальном формате. Мы записали его на два голоса, с использованием мужского и женского мягкого голоса. И это позитивные аффирмации, которые вы можете также использовать во время этой процедуры. включить их в наушники или в приемник, как это делаю я часто. У меня есть приемник, который вы, наверное, уже видели в некоторых моих видео, и очень люблю на нем слушать радио Орфей, или во время таких процедур включать что-то именно из настроя. И ссылочка на вторую часть будет, наверное, где-то здесь или здесь. А мы с вами поговорим немножко, поболтаем о том, как важно женщинам уделять себе время. Уделять время на то, чтобы побаловать себя. И на самом деле средства для этого нужны небольшие. Часто не хватает именно времени. И, в принципе, мужчины тоже могут послушать. Потому что сразу вам скажу, что если вы для своей женщины сделаете такой сюрприз, как ритуал блаженства, если вы все организуете, и, может быть, это будет процедура для двоих, а может быть, только для нее одной. Поверьте, она вас поблагодарит. Я в этом уверена, что вы будете рады результату и тому, какая женщина будет с вами ночью. Ну, а между нами девочками, собственно, на самом деле это просто ванна. Но ванна со всякими большими такими пикантными штучками. Я раньше не уделяла этому достаточно внимания и не принимала просто ванну. Чаще всего с пеной. Мне нравилось. Но сейчас я изменила подход. И такой более основательный. Женщина – это стихия. И очень важно работать с женщиной и всеми ее органами чувств через работу со стихиями. И именно ритуал блаженства предлагает работу на всех уровнях. И на телесном, и на уровне психики с помощью аффирмаций. Ну, касательно стихий. Это просто ванна наполнена водой. И очень важно проникнуться ощущением стихии воды. Позволит себе быть мягкой, текучей, плавной, как вода. А вот это все-таки очень важные, базовые, женские состояния ощущения. Вы можете добавить в эту ванну молока, например, тогда это будет почти что ванна Клеопатры побаловать себя и кожу после такой ванны. Будет у меня очень мягкое, шелковистое, сияющее, напитанное, но все-таки настройка начинается с солнцвечей и очень хорошо всю ванну уставить свечами. Большим количеством свечей они очень хорошо создают настроение и подключают к работе такую пикантную стихию как Агун, которая с одной стороны очищает и опасность придает, что-то животное в ней есть первобытное. И как минимум просто создают для нас атмосферу и такие эстетические, эстетическое наслаждение, потому что когда мы находимся в ванной комнате, то огоньки свечей отражаются от каких-то поверхностей. Свечи могут быть ароматические, могут быть маленькие, могут быть большие, могут быть плавающие, могут быть разные. В общем, сейчас ассортимент этой продукции очень большой, и вы можете прийти в магазин и поиграть, и устроить себе праздник, просто начиная с того, что вы для себя в магазине выберете все эти маленькие женские радости, свечи. А далее сама ванная у нас продолжается солью. Соль это очень хорошее заземляющее средство для женщины. То есть за стихию земли у нас будет, во-первых, отвечать соль. Она также может быть разная, она может быть простая, краская соль в таком рассыпном виде. Вы можете расположить ее в красивых, на стеклянных каких-то базах, фужерах, тогда огоньки свечей будут от нее отражаться, тоже создавая множество интересных ощущений. А вы можете использовать вот такие бомбочки. Например. Это самая простая бомбочка. Мне лично очень нравятся бомбочки. Это самая простая бомбочка. Это самая простая бомбочка. Это самая простая бомбочка. Мне кажется, что вы ближе здесь. И они бывают тоже разные. Разные ценовые категории. Бывают с блестками, бывают с сухоцветами. разные-разные. И они начинают в воде вот так бурить и шевелить как гейзер. Тем самым создают очень много особенных ощущений на коже. очень приятно. Они бывают тоже визуальные эффекты, создают какие-то тематические. Вот. Бомбочки поэтому мне нравятся. Ну, а ванна. Ритуал блаженства невозможно без. Как вы думаете, чего? Конечно, без лепестков роз. Вот. Я поместила их в такой фужер. У меня здесь красные лепестки. И мне очень нравится поверхность каждого лепесточка. Она очень нежная и бархатистая. Очень приятная на ощупь. Вот. Когда лепестки прикасаются к нашей коже, они также нас ласкают. Ублажают. И, конечно же, создают такое ощущение блаженства, праздника, царственности, какой-то божественности. Очень помогают настроиться на такое такое царственное блаженное состояние. Ну, и, конечно же, роза это прекрасный, прекрасный афродизиак, который и своим запахом, и своими эфирами встают обстановку чувственности. И кожа очень нежная. И тонкий аромат. Для меня запах розы, в принципе, это даже в каком-то смысле аромат детства, потому что у меня мама с Украины, и там есть розовый, там есть эфиромасличный завод, и у нее всегда был флакон розового матла. Она его добавляла в какие-то домашние, домашнюю выпечку. даже в какие-то напитки и от нее чувство просто пахло розой. Но вот очень важно найти такие ключики, которые вызывают у нас определенные состояния. И через запахи это сделать тоже очень просто, потому что некоторые запахи, которые допустим дорогие с детства или какие-то ассоциации в нас вызывают. Это один из самых простых способов нас очень быстро транспортировать. Нужную атмосферу, нужное состояние. поэтому запахи тоже надо подключать. Например, вы можете использовать молоко как транспорт для эфирных масел, а можете использовать аромалаку. и таким образом через стихию воздуха добавить в эфирные масла, например, такие как корица, санда, иланг иланг. очень эротичные. Ну, это запах на любителя, но он очень сильно стимулирует чувственность, если он нравится вам. Вот, ваниль, розмарин, лаванда. Ну, эфирное масло розы, на самом деле, очень сложно купить, и стоит оно очень дорого, настоящий. Поэтому, в принципе, есть другие масла, которые надо найти, которые вам нравятся, или, например, в зависимости от того, какой оси вы сегодня хотите настроение чередовать, пробовать разные масла. Ну, когда-то вам хочется более, может быть, такого страстного состояния, когда-то вам будет более отвечача, когда-то, вот, именно, вот, если это, допустим, ванна для двоих, то уже, может быть, ближе к каким-то апротезиакам взять запахи. Вот. И главное, что ванная, в которой идет работа, с телом через стихии, гораздо-гораздо быстрее восстанавливает, чем просто ванна с водой. Вот. И восстанавливает, как тело, так и психику, очень-очень быстро. И, особенно, если вы вот это все создадите, атмосферу, или вы в идеале, чтобы для вас это сделал ваш любимый, и включите вот, позитивные аффирмации, например, те, которые мы для вас описали. и, попробуйте, обязательно, попробуйте эту процедуру. На самом деле, я сама недавно только узнала, что выездки роз, они, продаются, вот, их очень легко купить в любом цветочном магазине, буквально целый пакет за 50 рублей, так что, ни в коем случае не отказывайте себе, в удовольствии, и попробуйте. попробуйте такую ванну, а в комментариях мне напишите, получилось ли мне вас вдохновить, захотелось ли вам быстрее и быстрее бежать, делать такую ванну, и понравился ли вам мой эксперимент с аффирмацией, и понравился ли вам он в таком формате, как приятно. Ну и приятных снов, целую. Я живу в гармонии с собой и миром. Ты живу в гармонии с собой и миром. Я принимаю себя такой, какая я есть. Ты принимаешь себя такой, какая ты есть. Я себя люблю. Ты себя любишь. С каждым днем я становлюсь все красивее. Ты становишься все красивее. Я ощущаю себя в гармонии, чувственности, гармонии и красоты. Я очень грациозная и элегантная. Моя кожа шелковистая и светящаяся. Я сладкая, как мед. Ты сладкая, как мед. Я люблю свое тело. Я излучаю любовь и покой. Я дарю и получаю любовь каждый день. Ты даришь, ты получаешь любовь каждый день. Я счастливый человек. Ты счастливый человек. У меня есть всего ровно столько, сколько я хочу. У меня есть всего ровно столько, сколько я хочу. Я ценю каждый свой день. Ты ценешь каждый свой день. Я получаю удовольствие от всех своих начинаний. У меня замечательный характер. Я принимаю других такими, какие они есть. Я наслаждаюсь общением со своей семьёй. Я подарок для своего мужчины. Я очень интересная и привлекательная. Я здорова и плодородна. Я излучаю страсть и желание. Я жрица любви и страсти. Я люблю себя и жизнь. Меня любят и обо мне хотят заботиться. Я засыпаю умиротворённой и полной любви. Десять. Десять. Девять. Десять. Восемь. 8 7 7 6 5 4 3 Всем привет! Сегодня я решила записать для вас видео, посвященное процедуре, которое я анонсировала как ритуал блаженства На самом деле изначально я планировала это как ролевую игру но у меня не очень получилось трансформировать ее в такой ролевой формат поэтому мы с вами просто по-женски поболтаем о всяких женских приятностях в первой части видео а во второй части я приготовила для вас сюрприз вместо ролевой игры это будет настрой который я записала в таком экспериментальном формате мы записали его на два голоса с использованием мужиков и женского мягкого голоса и это позитивные аффирмации которые вы можете также использовать во время этой процедуры включить их в наушники или в приемник как это делаю я часто у меня есть приемник который вы наверное уже видели в некоторых моих видео и очень люблю на нем слушать радио орфей или вот во время таких процедур включать что-то именно из настроя и ссылочка на вторую часть будет наверное где-то здесь или здесь а мы с вами поговорим немножко поболтаем о том как важно женщинам уделять себе время уделять время на то чтобы побаловать себя и на самом деле средства для этого нужны небольшие часто не хватает именно времени и в принципе мужчины тоже могут послушать потому что сразу вам скажу что если вы для своей женщины сделаете такой сюрприз как ритуал блаженства если вы все организуете и может быть это будет процедура для двоих а может быть только для нее одной поверьте она вас поблагодарит я в этом уверена что вы будете рады результату и тому какая женщина будет с вами ночью ну а между нами девочками собственно на самом деле это просто ванна но ванна со всякими большими такими пикантными штучками я раньше не уделяла этому достаточно внимания и принимала просто ванну чаще всего с пеной мне нравилось но сейчас я изменила подход и такой более основательный женщина это стихия и очень важно работать с женщиной и всеми ее органами чувств через работу со стихиями и именно ритуал блаженства предлагает работу на всех уровнях и на телесном и на уровне психики с помощью аффирмаций ну касательные стихи это просто ванна наполнена водой и очень важно проникнуться ощущением стихии воды позволить себе быть мягкой текучей плавной как вода вот это все такие очень важные базовые женские состояния ощущения вы можете добавить в эту ванну молока например тогда это будет почти что ванна клеопатры побаловать себя и кожа после такой ванны будет очень мягкая шелковистая сияющая напитанная но все таки настройка начинается сон свечей и очень хорошо ванну уставить свечами большим количеством свечей они очень хорошо создают настроение и подключают к работе такую пикантную стихию как огун которая с одной стороны очищает в в